и это философские вопросы да мы слишком глубоко уже копаем ну ладно да давайте вернем знаете покрываем банах пиком и банам команд до вич и гейминг джереми забанили эмбер спирита и джиган аута эмбер хороший бан я с ним согласен опять же в жангером холекером ну да в принципе тоже действительно вис плюс джаггер это довольно опасная комбинация очень сложно пробивать кого-либо под хилинг вардом и хил без по это очень много потенциальных тп нам нам рубек банили до этого в играх его ребята из команды вич и гейминг не отдавали ликвидом его меняются меняется приоритета с каждой игрой действительно но здесь не скорее не то что меняется приоритет и просто тем ликой забирали тогда в первой фазе корт героев конкретно мид здесь пришлось подбанить вич и гейминг обезопасить себя от эмбера джиган аута и вот этих сплит пуши и жутки которые давали с виском и поэтому счастлива опция просто оставить это суппорта интересно конечно по-прежнему есть лейстиллер стиллер убать да простите там там не непонятно просто него это иконка до доизмена отрезали тоже на гу сплит пуш здесь я думаю что за герой вообще не пойму пока не на увече даю странного они обезопасили себя взяв шторм спирита есть теперь возможно ловить возьму здесь андерлорда да действительно и как только ты произнес это слово появляется андерлорд вот в отличие от кирилла который всегда постфактум говорит я тоже о нем думал я молчу вот минут от другого дабилла так так и хотелось сказать андерлорд вот но вы продолжаете ну что же для ликвид но осталось два кора это очевидно то не мид и кори но не размошен полне тони тони старт да я понимаю в принципе выглядит неплохо опять же это и сплит пуш можно с ним и убивать это забыли вот этого персонажа это не отменяет появление тони до америка выграть на на тени я наверное играю я думаю более чем и показывают нам статистику и неплохая статистику у них вопроса ну хотя бы в плюсе ну да и лов достаточно делает до когда еще как опция он ставит не кровь самит не так плохо против шторма да не мотомба играет всегда на этом персонаже я не думаю что это как эта проблема была бы с варк не так этим ликвид но они могут это блузы с компас со старком поставить дайма не стоит а вообще мне кажется им нужен еще какой-то контроль стоять против допустим антерлорд котла если неприятная такая линия я смотрю просто как раз вы не кроме вас просто по теме миракла и некрофоса до играл он на нем когда-то давным-давным-давно в 2015 году еще пора вспомнить молодость да еще был и времена очень очень давно в общем то это было на франкфурском мейджоре это было я думаю что матумба мог бы в миде стоит на некрофосе это не такая да они иногда пересвапываются не проблема кирилл мы просто это как сугубо такой любопытный факт ремарочка да 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 афирмати набросились на меня моя задача вообще предельно не стояли меня черт последнее время набрасывать дальние набрасывайся я просто говоря о том что но обычно матумба играет они мерку конечно теоретически мерку может сыграть но зачем что-то менять надо играть максимально надежно зачем что-то менять да ну бывает а зато если бы не зашло мы сидели ну вот это ролями поменяли закинули игру как так можно в финале на коре играл но и штался одним из лучших мидеров китая кстати говоря на на турнире один на 1 на интернешнл он даже ждал от своей команды и нет он не побеждал тогда выиграл кажется вроде как я помню файл файл то ли до финала то ли до полуфинала тогда дошел этот стопроцентно мы занимаем на китайском каком-то выиграл один на один но суть даже не в этом ребят суть в том что файл очень жесткий высокого класса игрок и может и команда доверил любом да почти на любом персонажа команда доверилась он оправдал ожидали я все к этому подводил потому что он игрок на коре и он могет она как цикл антима и устанавливал а сам и интима и что он не да мы слышали слышали об этом как раз таки в один из отвечать террор блэйд это сильно-сильно действительно сильно опять же есть некрофос который может накрыть этого террор блэйда и не дать ему слабость . да кстати это очень сильный персонаж против tb по сути это контра раньше ну вы уж простите меня да за то что я вспоминаю такие бородатые времена еще до в доте первой действительно некро был полный контроль это просто потому что тб рискует да он хочет свапнуться хп они как раз таки накрывает его и мейтом и отбавает его верну жестко я за ликвид 3 1 говорил ранее чемпионы старсерии будем надеяться окрестил затопили значит наши аналитики за команду ликвид а мы тем временем переходим к просмотру возможно последней карты данного гранд-финала и выясним это уже совсем-совсем скоро передаем слово нашим комментаторам друзья это свершилось аналитики не в курсе но это антимаг для миракла я даю спойлеры я сидел сегодня в комнате за кулисами с командой ликвид мы смотрели матч когда вы где как раз играли если что им пики пишет я подошелами я подошел к потом по ману и говорю дружище как дела а он говорит да да наел мне миракл говорит просит антимага в центр постоянно всегда горит задал бы это с этим антимагом и свершилось антимаг для миракла типа я прям не знаю что вам сказать по этому поводу тут был и рубик который тоже мог бы быть по плану в центральной линии до от мираков но это антимаг для миракла как сказал алексей небольшие инсайдики для вас мы посмотрим как же это будет реализовано на самом деле но не факт что это в мид на самом деле не факт не факт на самом деле вот драфт это мидрейн в принципе некрофос может быть смена может на самом деле драфту вгджей очень очень неплохо здесь у них есть глобально вновь и комбинация хорошая на драку плюс на этот раз мобильные герои виспу здесь будет не сладко один шторм чего только стоит виспу он очень много доставляет неприятностей но сама связка висп и некрофос она очень опасное лечение невероятное да есть такое и видим что ликвид нырнули глубоко во вражеский лес и сейчас возможно даже где-то будут пытаться забирать ровную дару ну скорее всего они заберут но потеряют свою руну вверху как видите по миникарте туда уже переместился террор блейд и он очевидно эту руну заберет от репло отправляет судя по всему команда ликвид сложную линию и в легкой линии будет стоять майн-контрол на кентавре но заметь сейчас в миникарте друзья обратите внимание на святыню коллектива вгджей на нижнюю там очень много точечек находится героев да 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 от какого-то перемещения на перемещение не состоялась и они будут они выйдут мид скорее всего выйдут на фриза и фриз об этом может и знать не знает выходят на него miracle сразу же прыжок подъем туда же еще и кентавер дабы лет все скомбинировано минус центральная линия miracle забирает первую кровь и можно в принципе и остаться здесь вот так пожалуйста линия пока пока фрифар можно остаться не так он и будет стоять эту линию ну при поддержке веспа да насколько я понимаю это будет центральная линия числе ну невиданная роскошь на самом деле такого не наблюдали это неплохо может работать если есть будет помогать и правда понятно понятно что напрягает очень сильно милишников всегда шторм но тем не менее под веспом под регеном можно лишать манны это да это да шторм страдает от антимага мы это прекрасно понимаем моноберн вещь очень и очень неприятная ну да и мирок остается в центральной линии мы видели рубикова в исполнении не типичная линия для центра от этого героя они вызывал он у всех восторге это было чем на квалификациях бостонскому мажору теперь мы с вами посмотрим еще и такого героя который драфт и нечастно нечастно мы это наблюдаем нечастно ты видел вообще это когда-то антимага в центре видел конечно классно в своих пабах на про сцене сам катал небось да на антимаге в центре любишь антимага любишь лп любишь любишь отмывать урона получал урона и сдувает котл но здорово уворачивается рубик делает стрей вправо к уроке уходит от иллюминейта майн контрол за ним гонится котл ну неприятно конечно очень неприятно стоят на этой линии котел в одиночку гоняет двух героев вражеских ну а к террор блейду вообще не стоит соваться даем они на пару с котлом разберутся с вами да показывают нам фриза и его центральную линию даже несмотря на то что первая кровь была сделана на нем видим что по крипам у него все хорошо 9 на 2 стоит он 4 на 5 свою очередь антимаг пока но он пошел уже на святыню него нет ни маны ни здоровья неплохо размял его miracle и виск и сейчас фриз уже использовал святыню это вы не видите но я держу вас курс ну он там находится да все все в принципе держи в курсе как говорится по святыням обязательно джейдж уже с бутылкой есть у него руна невидимости к слову забирает также баунтеру ну постепенно поднимается левел прыгать за спину на на шторм спирита у него нет эскейпа это главная неприятность до 6 уровня что нет эскейпа у шторм спирита у него нет маны он теперь урона вообще не может вносить и я понимаю что виск также разгоняет антимага еще один фраг miracle просто как главная неприятность то что у него нет эскейпа но еще более неприятный невеста что ни один саппорт ему не помогает вообще здесь и печальнее всего даже что если был бы эскейп у него не было маны на него тебя есть вещь которую ты не воспользуешь нужен саппорт ему в центре ему нужна помощь но как мы видим то же самое нужные на других линиях нужно присутствие героев варлок внизу помогает здорово сейчас вверху помогает коту как может андерлорд уже на данный момент они поменялись линиями андерлорд пошел вверх сделать ли порта вниз прилетел агрессия ну самое главное что саппорты привязаны к линии они не могут тянуться и помочь нормально шторму и он вынужден своими силами справляться в этой игре у миракла ситуация много получше чем предыдущих там его фриз погонял здорово да как поживает некрофа с тем временем замечательно ты знаешь 11 на 3 да все хорошо и майн-контрол тоже на своей легкой линии куда его поставили чувствует себя приятно крепкой подвышкой поэтому фармить может кентавр в целом пока видим тем не менее топовый крепстат на карте у террор блейда знает агрессив как работать на этом персонаже также 17 на 3 идет андерлорд ну и тем не менее да тем не менее кое-как еще держится что он спирит даже несмотря на то что на нем два убийства сделано но сам факт антимаг перефармливает по крипам шторм спирита вообще в агэджей пока вот кроме центральной линии все не так плохо на других линиях у них андерлорд неплохо пармит агрессив тоже набирает на террор блейд понемногу да понятно что и у ликвид ситуация схожая но по драфту мне кажется в агэджей главное не погибать за сильнее давать преимущество центре атака на фриза вновь подошел еще и рубик причем подру на ускорение куру и это килинг спирит для мира клавной погибает фриз ужасный старт для шторма да мы боялись тут просто за кулисе разговаривали после этой карты как бы в агэджей не поплыли во первых неординар ну такое ординарное но неожиданное для вагэджей решение на предыдущей карте начать сплит пушить при полном доминировании в драках от команды вагэджей тем не менее не теряют свои стороны это бьет по морали здесь берут персонажа до весьма спорного антимаг центральной линии который стоит против номинального мид лейнера шторм спирита и антимаг его унижает пускай при поддержке пускай при поддержке саппортов понимаешь вот как как почва под ногами начинает трястись у команды вагэджей вот как как это неприятно в принципе вот игрокам у которых там богатая история опыт и тут их просто вот наказывают тем до чего не не додумались даже не додумались тут сложно знаешь не додумались но сложно конкретно в этой игре да про антимага понятно понятно в предыдущем матче да пожалуй я согласен и мы об этом говорили немало то что такие матчи очень сильно дизморалит когда ты просто бегаешь за оппонентом и не может ничего поделать сейчас уже миркл чувствует абсолютную свободу есть ультимейт фриза и у фриза неприятности огромные и ультимейт есть ультимейт но добивает тем не менее куроки героем и побежал сюда руки кей фарштон под ноги кура пытается отсюда уйти и кура отсюда уходит на телепорте еще одна вкусняшка от команды ликвид а все живы есть еще и святыня и сейчас ей воспользуется команда ликвид пока что увагэджей неприятности в центре огромные с другой стороны повторюсь вроде неплохо чувствовать себя террор блейд возможно возможно это предположение стоило бы как-то поменять эти линии местами и не знаю сложно уже сейчас говорить да постфакт точнее нам легко говорить да может нужно бы поменять на деле вот этот неожиданный ход коллектива ликвид неожиданным для выгоджей он сыграл сейчас очень важную роль нас с тобой нас с тобой в социальных сетях вот я только чтобы пролистнул немножко ленту twitter в целом социальных сетях на немножечко обвинили в том что как же комментаторы топят за ликвид друзья в поддержку нас алексеем скажу что топим то мы как и обычно за красивую доту единственный момент что последние две карты за эту красивую доту отвечает ликвид когда на первой карте f1 просто как боженька исполнял на рубик это у нас просто глаза на лоб вылазили и мы с удовольствием также топили загоняя внизу фенрира его забирают через ультимейт 5-0 некрофоса рифер сайз был использован агрессив прилетает и будет месть скорее всего но неплохо восстанавливает здоровье висп матумба мэн есть бошрауд у него он может еще агрессивнее действовать это без гуштрауда так здоровье восстановилась у некрофоса представь что будет под этой способность на здесь и висп сам он хороший хил имеет и в итоге 5-0 пока в сухую переигрывают антимаг топовый на networks на карте 3800 у него для сравнения у шторм спирита 2300 на полторы тысячи аж обгоняет за семь с половиной минут пока все у европейского состава вроде как под контроля за счет как легендарно матч какая боль до аргентина я майка пока что неудобно неудобно на линиях было коллективу вгдж еще раз повторюсь не только вот этот выбор антимага да скорее то что вынудили ликвид стоять саппортов на линии не помогать своему мидеру это очень важную роль тоже сыграла а безусловно шторм спирит врывается в и на развороте просто на развороте бьют его и шторм спирит уже всю ману потратил фриз теперь вот как-то не совсем приятно заливает правда f1 немножко маны но такой без зубы слегка выпадал от что от шторма саппорта этого не почувствовали да не только саппорта и матумбомен тоже вообще не ощутил этот момент матумбомен выходит на вторую позицию и обгоняет террор блейда на этом этапе и все так же начинает отрываться миракл дела но пока что вот только на верхней линии все очень неплохо ротики тот герой который может свою команду как-то выручить я думаю в последующем он там я вижу к меке путь держит ну и по общей ценности если вы посмотрите четвертая позиция не сильно уступает лидирующим героям этой игре выход народе кей успеет ли они стали показываться на линии даже мерку тем временем фармит висп джейч мог бы стать первой жертвой команды vgj пока что гонит его дальше шторм спирит и сжигают джейча первый фраг для вичи гейминг джерми ура мура это очень хорошо то что сейчас парни смогли немного для себя тоже заработать день уже и почувствовать что сама главная уверенность опять ты мне с этими денежками всегда проигрываю просто денежек потягивается майн-контрол стампит погоня дальше за фенрира будут пытаться его очень быстро минус ноуте ультимая также дают по агрессиву забирают его забирают фенрира минус 2 и антимагонит ротики мы видели что до этого дар кривд был использован ротики улететь отсюда не удастся и очевидно что догонят ротики куда деваться да никуда в принципе не деваться бежать максимум времени пытаться оттянуть своего оппонента страдает ротики доминейтинг от мира клан ультимейтом заканчивает жизнь задержались в gg в центре после хорошего убийства после хорошей атаки и как будто не ожидали выпада от ликвид но выпад состоялся на самом деле можно было бы наверное предвидеть такие вещи но что поделать возможно думали что готовы принять эту драку биджей как видим это не так антимаг к слову чуть-чуть в принципе артефакты набирает мы видим побыстрее чем агрессив тут вопрос кто раньше перейдет в стадию наступления такого потому что строение не особо страдают пушить никто еще не пушит у команды ликвид в целом это от артефактов зависит дам если в gg может пушить там за счет рэрблейда сильно за счет там тоже голема у ликвид как таковой пушащей стратегии нет ну return даже в пуш реально заходит и там антимаг с артефактами понимаешь в чем дело здесь в gg могут выиграть как-то да для себя эпизодично счет пуша такого массированного классного пуша но они играют вновь против виспа против антимага сильнейший спик пуши сильнейшие герои для макро игры по сути по пушу тут антимаг в основном выручает нам лист не так играет роль в этом в этой игре конкретно но может просто к антимагу цепляться к тому же и на драку привозить его если нужно будет на драться даже команде ликвид особо и не нужно здесь по большому счету они могут просто выформлять антимага до невиданных высот и так она скорее всего и будет уже сейчас опережает своего оппонента антимаг почти на 2 ну на 1200 если быть точно да там где-то опережает его до 1200 золота да и остается дело в том что это будет постоянно расти сейчас появится бакуфьюри мобильность антимага выше он фармит быстрее чем террор блейд рэд обычно набирают за счет сноубола они получают стартовый фарм забирают уж акт и все и пошло-поехало добираться антимаг может до него от диван от диван может добираться до какого-нибудь варлока кто же стоит за спиной что самое главное ловить антимага из особо нечем на спик пуши вот кроме по сути инициации со сторма вообще не прилетает шторм на полную ману к антимагу окей давай разговаривать я не против я знаю твой язык с магами антимаг как вы можете даже из названия понять если вдруг первый раз в жизни смотрите доту с магами достаточно короткий разговор имеет я просто веду к тому что казалось бы вот этот нестандартный пик последний до коллектива liquid сейчас он смотрится чуть ли не идеально вот если так подумать задуматься над тем что происходит это очень классное решение до появляется на 12 минуте 20 секунде battle fury очень ранний ну и начало мы видели у мидера коллектива liquid достаточно такое резкое было сейчас возможно будет хороший эпизод для выгоджей здесь довольно самоуверенно действуют парни из liquid к ним надвигается большая сила со стороны выгоджей атака пошла поймали виспа виспу рил окей там помог себе но похоже может погибнуть залетает голем варлока висп хилл 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 есть джей еще живет парь штор по ноге это бы было просто неприлично если бы отсюда оба ушли на самом деле тут я прям очень не хотелось чтобы выгоджей добили хотя бы кого-то на миркл продолжает фармить очень много потратили с другой стороны в г джей и ты прав сейчас миркл просто должен идти и сплитит линии пока что фармит атака еще одна от в г джей после забранной башни матомбо здесь порядке вышку внизу забирают тем временем во фарм лица лес антимага майн контрол вместе с кура с маке возможно даже где-то попытаются подраться возвращается в висп вместе с матумбо мэном и параллельно антимаг отправляется на верхнюю линию будет заниматься сносом скорее всего вышки может где-то даже и дракус инициирует ликвид чтобы дать ему пространство иллюзии сейчас майн контрол еще очень важную роль будет играть он инициатор сильнейший урона очень много уже и у некрофоса тоже имеется через ультимейт можно забирать героев кстати был скан использован заметили оппонента это андер лорд ультимейт от матумбы ждем пошел рипер сайз и погибает ротики и отправляется таверт и дарк рифт украл кура украл дарк рифт что в принципе да еще в макро игру на этом этапе вот как мы видели по принципу по принципу прошлой карты немножко улучшает тут есть висп который может спасти в случае чего есть дарк рифт у кура я не думаю что он будет что-то другое красть может где-то поддержать антимага можно было бы в каком-то пуши мы много обращали внимание на антимага да то что он хорошо заходит сюда и он пармит хорошо но посмотри как и стоял линию матомбу мы насколько быстро он набирает взял себе мидас у него уже 13 уровень и он не отстает от антимага особо буквально там 900 золота разница общей ценности уроки поймали тарк рифт использует куроки погоня за ним стомпи также чтобы кура спасти и и не улетает и не улетает а решил что лучше остаться здесь такой тоже вариант понятен абсолютно учитывая что для него здесь опасности для жизни не было порядок ну а параллельно miracle ломал ты один вышку верху нам только что продемонстрировали вот так вот и нужно играть команде ликвид создавать видимость того что они дерутся того что они навязывают это драки активность это 4 плюс 1 дота которая знаменитая она здесь тоже имеет место быть и она будет работать именно так и нужно действовать что касается vgj какие ключи есть у них победе огромная проблема в том что ужасный фарму шторма вот его здесь явно не хватает нужно всеми силами пытаться дать шторму сейчас нафармить возможно где-то подстакать ему лес побольше возможно освободить ему линии всевозможные помимо всего прочего кэри героя коллектива vgj он на старте может быть не столь эффективен ему нужно больше слотов агрессиву нужен хороший разгон идеального старта он не получил он неплохо себя чувствует но он уступает двум основным героям команды ликвид и сейчас команде vgj все что нужно это время с другой же стороны время неплохо и на команду ликвид играет учитывая что они играют не с кем попало с антимагом они играют с некрофосом это тоже сильный лейтгейм персонажи да мне на немного напоминает эта игра на вторую карту которым с тобой наблюдали где играли через энигму там по-моему тоже через кентавра где вот таким прыжком могли напасть стампит и плюс куча даггера в команде мы видим что матумба мэн который купил себе point booster решил не собирать сразу аганим а приобрел себе даггер то есть достаточно агрессивно по идее должна команда ликвид проводить эти драки я думаю на практике мы это скоро с вами увидим но опять же пока miracle фармит нет смысла особо где-то втягиваться в драки чтобы именно их выигрывать чтобы именно фраги зарабатывать так летит сюда не просто так я думаю рубик прилетает также еще и майн контрол начинают разваливать котла котла очень быстро забирают голем падает на голову двум персонажам майн-контрол включать стампит хура с ворованным боллайтингом пытался забрать фриза пытался его контролировать но не получилось и фриз на развороте разбирается с куроки у куроки было не так много маны прыгает антимага антимага да да и висп висп погибает все таки банды дотикали на висп погиб где в это время находится миркл миркл отсюда упрыгивает что идет забирает пачку крипов я знаю свое дело антимаги мое дело фарви да пошел забрал пачку крипов и на развороте теперь еще и на ротики ротики будет ли хоть кто-то спасать дальше прыжок от антимага стопит его приходит котел и майн-контрол уже очень близко у майн-контрола даггер через семь секунд до ротики не добраться боллайтнинг от эфая отыграл феноменальный тот момент эфуай сделал во первых все чтобы остановить мир оклам дал монолик во вторых щебу лайтнингом приостановил кентаврика блайдинг лайтом да я это сказал я так сказал договорились слушай на самом деле ликвид все равно здесь победители ситуации учитывая что они убили шторма вновь немного же приостановили его плюс ко всему они вышку свою защитили вверху т2 который активно пушила команда вгджей сейчас метаморфозиса нету террор блейда какое-то время и сейчас они могут вальяжно тоже действовать они могут по карте перемещаться совершенно спокойно не боясь вступать в драку потому что без метаморфозис террор блейда драться не очень удобно нет ультимейта варлока и это шанс для ликвид очень удобное положение тем более заметь что не так долго остается некрофосу до даггера он взял себе блин то есть даггер есть у него не так много остается до аганима аганим покупает себе котл тоже хороший момент для вгджей уже аганим не позже совершенно такой-то игре да это это очень хороший задел f1 уже в которую карту радует нас супер решениями и в целом исполнение прекрасно но тут уже монто стайл антимага монолик не так страшно теперь будет и вот все остальное дру та же механика не так будет мешать от питов может потом и аганим подтянется мираклу а может и это будет достаточно быстро посмотрим пока в квикбай у миракла линкенсфера вопрос опять же зачем нужна линкенсфера если у тебя есть аганим на этом персонаже я думаю что так просто бросил поменяется 500 раз это может произойти фриз врыв сразу на двух персонажей очень быстро забирают рубика майн-контрол на снабиде убегает прилетает сюда в это время вис вместе с молотом боменом и антимаг ключом от оставил нарезает помна фризу фриз вынуждена отсюда улететь мираклу надо отходить дальше за молотом бомена на полную ману фриз бежит антимаг у миракла есть ультимейт он лопает шторм спирита просто в одно нажатие кнопки и в один клик по герою вот в принципе мы описывали эту ситуацию если вдруг будет инициация куда-то вернулся виспа забрали но тем не менее размен все равно для ликвид неплох но в г джей в г джей то ведь башни убили то есть на самом-то деле в г джей сделали полезное действие да они потеряли шторма которого избивают всю игру но они забрали башню они пытаются хотя бы держаться на плаву смотри на этого бедного шторма 6 380 общая ценностью наступает своему флейнеру наступает андерлорду чего уж там говорить про героев остальных основных и ликвид и в г джей да вот то что погибает шторм крайне неприятно и это не закончится это будет постоянно продолжаться ведь действительно хорошая контра шторму это антимаг во все времена во все века так работал как контрит понимаешь просто одним ультимейтом лопается шторм это но это это выглядело даже ты немножко обидно там брызги из экрана на меня попали тем не менее шторм взорвался тем не менее террор блэйд приобретает себе манта стайл усиление появляется дополнительные и у андерлорда он взял себе путь последующим видим пайп скорее всего тоже от него как сможет он команду поддержит есть аганимы некрофоса сейчас для в г джей тяжелые времена наступают много неприятных вещей на них может обрушиться в драке тиммейт некрофоса и одна из них из этих вещей бежи обороняются да ну хорошая атака готовится от ликвид они забирают котла или не забирают и добили его а и куроки феноменально ворует ультимейт у варлока из братства на голову команде вега джей ротики улетает но это абсолютно ничего не значит драку выигрывает команды ликвид и вышку в центре они тоже забирают как же хорош рубик как же хорош сегодня любой рубик который мы наблюдали фай демонстрировал нам потрясающего рубик должен был отвечать чем-то вообще зачастую ну очень трудно украсть голема после голема обязательно какой-то обхилл бросается под ноги либо банды неважно но вот голем этот такой спел который все берегут как зенец ока особенно против рубика просто в момент пытались сделать но куры как раз момент попал не самый сложный способность для воровства да но естественно если там цель у варлока что-то будет моментально поражать то фенвер это конечно же сделал бы но тут рубик сыграл хорошо он моментально держал дистанцию подошел и своровал то что ему нужно было на 6 14 видим что ликвид дерутся гораздо увереннее но не будем забывать о таком герой как террор блейд герой мощный и сильный герой который в лейтгейме страшно выглядит данте маг не так сильно уязвим все-таки у него есть блинк он перемещаться может даже если там где-то какой-то кайт начнется миличного персонажа но тем не менее агрессив уже показывал как он исполняет на своей позиции миракл тем временем нижнюю линию подпушивает т2 страдает и никто не летит защищать что примечательно знаешь дим была сегодня игра в исполнении коллектива вгджей 1 против ликвид в этом финале где лайфтиллера никто ничего не мог сделать вот сейчас кажется мы подходим к тому моменту когда антимагу коллектив вгджей ничего не сможет сделать вот есть подозрение что это случится очень скоро сейчас проблема против антимага в борьбе он по сути неуловим нет какого-то такого урона хорошего моментального или быстро чтобы антимага забрать игла и в длительной драке та же самая история 10000 перефарма у команды ликвид спине удивительно много денег сконцентрировано в руках core персонажей дома тумба мен вот и отмечал уже этот момент но хотелось бы еще раз на этом акцентировать внимание матумба мэн на некрофосе керри не отстает линкенсфера у антимага с такой скоростью это делает кстати дим линка тут неплохо смотрится учитывая что есть сандр террорблейда и если бы это было уже не одним тоже о нем думаю да толку просто не было не сильно идеально было бы но с другой стороны не знаю тут по сути большой разницы мне кажется уже нет что к чему как вообще все это будет проходить кино сфера хорошее решение для мирок он не просто вы будет поймать тут же от монолика страдал на части где-то если вдруг его поймать в неприятной позиции но пока ликвид не особо спешат видно что они чувствуют свою силу они понимают свое игровое преимущество по фарму тоже меркл наверняка дает информацию своим тиммейтам и они понимают что у основной ударной силы все хорошо и выход планируется в башер и в дальнейшем бэби салблейд начинают падать вышки скорость атаки огромная все это под оверчарджем о джейча следующая вышка тоже начинает страдать пачки кипов кто же падает быстро всегда есть на под сейф в случае чего матумба мэн есть виз вот никуда не девались они ну и конечно же тот же кентавр который поможет любом случае бежать ротики и страдает от миракла магната было отсюда отталкивать поймал немного лошадей с парень лошадей не надо кстати немного неприятно есть и гис поэтому он так нагло и действует но если сейчас желание огромное в г джей будет на него наброситься я думаю может даже справиться задачи но с другой стороны виспитар спасает на самом деле миракл просто взрывает сейчас фриза который вот буквально решил там в центре потратить ман немножечко у него летел майн-контрол релокейт виспа и забрали фриза с другой стороны атакуют команды в г джейм а том бы ман проблемам а том бы ман погибает возвращается висп возвращается с антимагом притягивается к антимагу но последние удары от агрессива добивают его дабл килл шторм спирит обрати внимание уже жив кстати очень много маны потратил вновь фриз прыгает на него миракл без маны остается шторм его просто избивают и майн-контрол добивает дабл-эджем своего оппонента агрессив подходит метаморфозис пока что работает и еще довольно долго продлится курс поймали и убили ротикей постарался майн-контрол поддается неплохим атакам со стороны террор-блейда майн-контрола тоже не отпустят отличная драка для коллектива в г джей ликвид здесь решили нам убить шторма в центре и за это поплатились даны по файт-рекапу видим что не полный нам показали конечно же файт-рекап то что матумба мэна забрали очень важно то что террор-блейд выходит на вторые позиции это тоже важно он даже несмотря на крутой старт антимага отстаёт там всего на один слот по этой игре можно было бы и поболее отставать мы это тоже прекрасно понимаем ну и тем временем сплит пушит антимаг нижняя линия начинает страдать уже поднимается на хайграунд представляет здесь иллюзии забирает пачку крипов но т2 потеряли драку ликвид проиграли и какой-то шанс на камбэк в г джей себе дают да это не камбэк еще и на графиках вы это видите но тем не менее показывают что ноги от себя вытирать точно не позволят из буквально пару ультимейтов которые для рубрика вот скажем так неприятные с точки зрения сборки либо же линкин сферы либо же аганима это часто бывает с легион команды например тоже зачем собирать собственно аганим если ты будешь снова попадать под дуэль по-хорошему руби ты сказал рубика имел виду наверно антимага антимага да аганим и линкин сфера то же самое с андером работает вот та же схема буквально что тебя вынуждает собирать линкин сферы вот такие ультимейты по типу сандера по типу дуэли они это вынуждают делать поэтому линку мы видим на невидимости антимага агрессива понимает что его не видит агрессив понимает это прекрасно в это время на рубика врыв рубик входит в глимер кейп и и гадлайк стрик там это время агрессив погибает от рук мир окна агрессива прилетели под инициацию вновь кентавра очень здорово все получилось кентавр дал стампит и ребята продолжают погоню матумба мэн можно ультимейт попытаться кого-то отрезать но улетают все на дарк рифте увез с собой эндерлорд союзников потеряли террор-блейда это неприятно террор-блейд еще назад отталкивается на шесть с половиной тысяч выигрывает антимаг там уже есть башер там на подходе эбисал блейд ну такими темпами ничего удивительного в этом в принципе нет 22 тысячи на 20 минуте медленно но уверенно ликвид идут к своей победе пока что для в г джей важна каждая драка буквально нельзя ни секунду здесь расслабляться нужно искать ошибки оппонента слабые места таких у ликвид пока что на первый взгляд немного и тем не менее драку выиграли да смогли убить четырех героев из пяти всех кроме антимага меня единственный момент настораживает да конечно вы не уделяли должное внимание фризу не помогали своему мидеру он страдал он сейчас проседает очень сильно по нетворсу это все понятно но беда в принципе две стороны имеет и обе плохие для команды в г джей во первых вы ваш мидер проигрывает во вторых мидер соперника такой как антимаг получает чудовищный разгон реально какого монстра вы в итоге вырастите на там 30 35 минуте уже будет там 4 уверенно так и что самое еще интересное то что не менял как-то сборку свою шторм от стандартный он сразу купил bloodstone что мы имеем bloodstone после двух погибели уже шторма 5 зарядов то есть вроде как фриз не сильно в этом и виновен учитывая как как ему подсунули свинью союзники не помогали на линии вот буквально и его там постоянно гнобили уничтожали но кто-то возможно скажет что фриз и не доиграл в этом матче в этой драки с антимагом центре но ведь можно по-хорошему было бы например больше уделять внимание фарму в лесу шторм этот герой он относится к тому я оставить на фрифарме антимага в миде понимаешь а с другой стороны что изменилось что изменилось что он там стоял только то что он добавил крипов помимо крипов добавил еще смерти своей антимагу этим антимаг не все выфармливал если не было ждать если рассуждать вот так вот знаешь 100 крипов со стороны если рассуждать то конечно можно найти какие-то элементы решения этой задачи но когда ты сидишь там за компьютером когда ты сидишь и попадаешь в такую ситуацию немного неожиданную для себя после 2 потом ты уже ты по-другому мыслишь абсолютно есть и фактор тильта скорее всего он присутствует игроки не железные поэтому это все нужно понимать все эти факторы нужно учитывать у нас небольшая пауза надеюсь небольшая в принципе в принципе антимагу не так просто справляться будет мне кажется в более поздней стадии игры с террор-блейдом хотя при таком фрифарме конечно это ложная информация если где-то по прочих равных то наверное даже террор-блейд бы неплохо с антимагом себя чувствовал сейчас пока что сложно но если вдруг в г джей смогут защите затянуть эту игру для себя удобно или не смогут их переиграть стратегически и как они как мы толковать предыдущей игре то возможно в г джей даже и смогут результата достичь плюс шторм там со временем что-то до фармин бкб скоро должно появиться да а у антимага небес уже готов у него и бисал блэйд уже готов так по идее да 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 готовы релетит и бисал блэйд антимагу здравствуйте продолжаем наш разговор о том сейчас оплата который антимаги шторм который всеми силами пытается на фармить бкб уже будет страдать от и бисал блэйда на уже где-то и линкой бы хорошему запахло и линкенсфера здесь кстати что еще скажи пожалуйста что шторм имеется в багажнике у него линкенсферы нет и пока она не планируется он бкб тоже говорил на здесь бы неплохо и против матумба мэна могла линка зайти и против антимага антимага есть другие герои у ликвид это некрофос первую очередь ты кентавр который там по фарму сумасшедший тоже набрал разгон у него скоро будет агоним остается буквально 1200 золота бкб появляется у террор блэйда сейчас вот реально сейчас вот в данный момент агрессив может как-то навязать неплохую драку антимагу героем коллектива ликвид но для этого ему нужна сильнейшая поддержка от саппортов драка должна быть построена очень круто в г джей еще и ко всему не мешал бы чтобы ликвид немножечко ошиблись вот как это было в предыдущем эпизоде когда они полетели убивать фризы немного за это заплатили что-то похожее нужно и здесь фриз вновь пытается искать для себя фарм вдали от соперника плюс сплитит что хоть как-то облегчает жизнь своей команде все так стал пятцом центральной линии там я смотрю miracle в сторону фриза побежал по лесам скрывается miracle может в принципе найти шторма и за время действия бесса блэйда я думаю что фриз всей маны может лишиться дремонта стайла но возвращается назад мир как видите у этой иконке на мини карте сложнейшая игра для в г джей я говорил что предыдущая была очень утомительная и выматывающая с точки зрения психологии усталости плюс давай не вызывать в г джей играют у нас уже которую игру сегодня они ведь полуфинале чуть более сложного как-то оппонент для себя имели что ли и матчи были более насыщенные более выматывающие тоже смотрим показывают внешний вид того как все берет прыгает нам на фенрира должен быстренько его забирать а забирает его после блайдинлайта джейдж прилетает сюда же потом момент вот бкб старается уйти из-под фокуса роуте кей агрессив наваливает по курок ура уходит глимер кейп просто какой-то набег знаешь разбойники из леса напали убили деда это бабка варлок это же бабка точно купили бабку и ушли варлок бабка был первой доте помнишь сейчас просто обидел бабку че ты обидел базовал ее деткой он так назывался покупает себе агоним кентавр да ну здесь это все-таки дед так что не сильно ошибся мне кажется ну не знаю мне кажется есть разница между бабкой и дедом я говорю что вот конкретно в данном моменте ты не есть не ошибся будь это первая дота наверное ты бы ошибся тебя бы уволили ну что ж стампи тут кентавра он прыгает на котла котла забирают курьер еще пролетает мимо миракл попытается его добить возможно прыгать на базу глубоко пошел миракл но фриз ничего ему тот случай о котором я говорил чуть-чуть ранее он бежит он бежит он под т4 вот ему стена экстрик для миракл давай а то что ты уже ничего не сделаешь но это же момент чудо maybe it's time for miracle выдавать все в одного антимага ну вряд ли учитывая что не факт что его убьешь даже то по итогу ты имеешь в итоге вообще ни по кому ничего не получается выдать на данном этапе да идет мидер команды ликвид за ним весь коллектив шикарно разыграли эту карту пока заходят на хэгграунд сопернику blind in light от кипр взлайд неудобно туда заходить решили переждать европейцы не легко заходить очень нелегко против такой комбинации как у в г джей это иллюминейт котла это firestorm постоянный спам от этих героев плюс ко всему варлок может пробросить fatal bonds тоже неприятно и мне кажется ликвид нужно повременить пока что или как-то раскачивать своего оппонента возможно заходить по двум сторонам уже крохи наведывались только что даршана остается там по моему минута с лишним ну плюс-минус туда минута с каким-то копеечка кстати классное приобретение для котла solar crest появляется поможет здорово героем на которых опять на шторма опять выход на фриза ультимейт сразу же даже не нужна была эта помощь в лице майн-контрола и джей айча он просто его разваливает он его разваливает он делает это самостоятельно делать это на базе он делает это в лесу он делал это в миде и он скорее всего где-то будет еще и под фонтаном это делать если вдруг драка будет игра будет все так же под диктовку команды ликвид пока европейцы шикарно разыгрывают эту карту еще раз повторяюсь я прям в восторге баффи говорит он знал он слышал за кулис и miracle просит miracle хочет играть но это был спорный момент да именно поэтому когда это не пикалась и то что они делают это в гранд-финале возможно решающей карте это действительно о многом говорит команда ликвид сейчас показывает просто сидели с тобой появляется антимаг я ору как бешеный а рука леги там у меня смотрит как на какого-то а я понятного человека я просто думаю что вообще посторонний мужик пришел коммитатор профессиональный такую дичность я уже за охраной пошел охрану и врача на тебя оказывается мы не совсем свой хлеб но я просто слышал скажем так я просто слышал поэтому так получилось когда писал им пики скажи честно butterfly появляется только red star подписываешь пики ты еще и у это очень хорошее приметение для ротики мне нравится этот выбор безусловно но линкенсфера немного мешает с другой стороны слинкин линкин сферу сбить то контроль какой-то дополнительный появляется по антимагу что приятно ну плюс тут же сандр будет работать если линку сбить тем же хиксом то есть какие-то по крайней мере опции появляются с маком заходят ликвид из куров спадает мог понимать что где-то кто-то рядом ну а прыгать ты никому на голову ну разве что шторм может это сделать уже один раз такое дело что он прыгает на кентавра кита пытается забрать ультимейт от матом бомена забирают очень быстро киберова взяла это шторм без маны без здоровья фриз отсюда уходит он знает чем это чревато правда потеряли на тем временем майн контрола размен один в один миракл врывается в толпу и под баттал фьюри наизайн был агрессивный убирает его чужого коротики улетает поднимал уже ручонки свои бедный рутер блэйт там ручища там ручища ручища поднимал в данном случае в итоге минус 3 от команды ликвид и они идут сносить скорее всего центральную линию крипы подходят постепенно питов мэлес по антимагу сбивает линкенсферу меркл нарезает вышку ее нарезает по моему даже через бэкдор протекшн либо нет 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 не было сын да так подходят матом бомен в это время прыгает на ротики старается убежать отсюда прожимает святыню на нем висит также урнов шерлз миракл занимается своим делом он просто пушит сторону забирает постепенно т3 это забрать не лишний барак пока ему никто ничего не может сделать он все понимает мирку может пора как-то и спасать его джейч успеет ли увезти отсюда мир его нет релокейта могут забрать могут забрать и забирают антимага да но куры у вас остальных на дарк рифте это приятно возможно бы с антимагом еще герои погибли антимага нет байбека 90 секунд вгдже и сейчас пойдут вот прямо а чем сносить строение скажи пожалуйста ну почему тараблейт чем он без формы еще 50 секунд все равно неплохо пушит не думаю что успешно выжить в вгдже и возможно датру 2 вышку в центре возможно рошана кстати вот рошана это хорошее решение безусловно да я почему-то потому что ликвид руху забрали с рошана пошли то нижней добрая не весь парк раз не могу вести нормально антимага потому что у вис парил кейт просто когда был там 10 секунд еще оставалось дарк рифт нажал рубиков ворованный вот вы не хотел увести но не смог смог вот и попались до ловушку своей крутости на этом матче матумба муэн прыгает дает шивасгард но все равно мне кажется ликвид есть чем драться даже без антимага все-таки остальные герои тоже неплохо нафармили у них уровнем высокие но наверное так вот от греха лучше бы не рисковать смотрим матумба мэн готов по моему вообще в рошпит прыгать есть там пит прыгает манконтрол матумба за ним воровать нужно егис забирать фри за егис но взрывает агрессиво через у тиммейт некрофоса погоня продолжается на этот раз цель андерлорд дарк рифт дает под бкб дальше за джей чем фриз и ротики отсюда улетает а что касается варлока фенрира могут отсюда не отпустить до фенрира должны нет не успевать не успевает забрать фенрира и фриз отсюда убегает на ноге вот тем временем вис тоже выживает когда фенри прожал геймер кейп это позволило вот ту самую секундочку пережить пока там ребята сентри ставили не было рядышком рубика который кстати предыдущем моменте мог пороге мог подарить как теперь вот это тебе отсутствие байбека тут по моему более критичное отсутствие согласен согласен и без этого героя в gg вообще делать ничего в этой игре вот серьезно слабо понимаю как они сейчас реально могут навязать борьбу ликвид будем смотреть возможно у парней есть план принципе у тиммейт есть у варлока это какой-то плюс хотя бы небольшой для них у андерлорда есть от спам у котла есть от спам лайндинг лайт можно выдать там как-то отсрочить пуш как можно больше но речь стоит на позиции релокейт в случае чего дать антимаг раскручивает его и майнконтрол пошел забирать т3 вышку фриз врывается на майнконтрол будет прилетать ли сюда вис нет они пока просто забирают верхнюю сторону майнконтрол выигрывает время есть он по шторму шторма бы добить шторма нет особо маны фриз погибнет и стампид использовал кентавр пошли глубже ликвид шторма была егес не успевал а сейчас не ультимейт летает 26 секунд еще до появления дайвлэйда гуд гейм чемпионы у нас есть чемпион star серии под номером 3 лекаре отцы кайф какой-то кайф и то что подарили нам в конце это по моему чудо из чудес какое-то которое сделала команда ликвид поздравляем поздравляем альянс первый сезон выиграли второй сезон выиграли нато свинцеры и третий чемпион star серии алик это команда ликвид круто круто но и мальчик тем не менее тем не менее вэгэджей огромное спасибо за игру они зашли очень далеко в этом турнире пожалуй мало кто мог это ожидать но вэгэджей дали отпор дали отпор они выиграли одну карту ликвид вообще единственная команда которая смогла карту ликвид отжать две карты между прочими карты одна была на групповом этапе и одна в финале но ликвид сильны они сильнее всех на этом турнире и спору я думаю здесь нет никакого они досрочно вышли на лан финал мы помним это в европе по сути в сильнейшем регионе который классно выглядел кура поднимает над головой кубок star серии поздравляем еще раз чемпионов третьего сезона просто браво отыграли великолепное решение братьям отходите возьмите кубок вот они вот они бравая пятерка этим ребятам было обидно от того что они не попали на бостон мажор ясно явно они были ослоблены таким составом miracle конечно же нашел себе новую команду после og хотелось побед побед причем таких немаленьких ну а будем откровенны на star серии собраны лучшие команды одни из лучших по крайней мере тут не хватало нам ну трех-четырех чтобы собрать какой-то золотой состав и если это не едва это киевский мейджор то что это друзья вот в чем вопрос из и 10к для мира кого вот что круто круто отыграли вот что касалось последней карты в пятой вот такое ощущение что знаешь какое-то нестандартное решение в пабе приняли но это вот какая-то не типичная для про сцены дота через этом оттимага она еще круче да это это круто и это решающая карта мы хотели все принципе ну не хотели а просто драмы немножко добавляет его джей что они проиграли вот таким нестандартным решением ликвид я думаю мне обидно я думаю мне обидно как если помнишь дисси выходили против пинкс и и улыбались когда первую карту им отдали вот это пандари андрю мастер плюс и вокер и они говорят что мы могли сделать что мы могли с ним сделать вы видели эту глядящую давай послушаем послушаем немножечко есть а а а а огромный если бы не он оба здесь не было три с половиной миллиона людей смотрит этот финал смотрела что ты скажешь кидастке команда которую вы встретили на пути спасибо за поддержку спасибо мы не понимали что в начале всего турнира мы не знали что они ждали увидеть в гдж в финале потому что они будут квалификации и на старладдер и на дак а переноска переведет тоже для наших китайских друзей которые на стадионе наблюдают живую это да народ конечно немного расстроен безусловно роспись постепенно стягивается к сцене я думаю когда покажут общий план вы тоже это заметите они немного притихли они конечно спрашивает нужно ли портить людей которые будут ходить в мид на антимаге после этой игры от миракла спрашивает у майн-контрол слакс нет говорит майн-контрол это супер ждите друзья антимаг на миде в каждом фахе передал привет финским друзьям good luck translate that one jack а матом устоит король но они довольны знаешь такие опять же выглядят все выглядят просто как из какого-то соус парка хулигантистая молодежь тем более 3 шапки на пятерых игроков там антимага отправили в мид-лейн развалили кабинетище здорово правда здорово и по-моему эта команда полностью заслужила этого места слакс последний вопрос миракл и я слышал что ты хотел сказать я буду сказать я люблю Китай Китай номер один и спасибо вам миракл зарабатывает фанатов Китай говорит что он любит Китай изи 3 миллиона подписчиков легчайшие никогда еще свет не видывал таких легких фолловеров да ну что ж пожалуй на этом все друзья действительно команды порадовали нас игрой в финале мы ожидали этого и это свершилось просто супер просто ярчайший финал эмоциональный финал насыщенный и дота дота была на великолепном уровне я еще раз повторюсь ликвид играли на этом турнире без особых напрягов только в г джей составляли им сильную конкуренцию но в финале эти игры которые были построены как вот я не знаю по какому-то четкому сценарию от начала и до конца после первой игры вообще никаких вопросов не возникало ты говоришь не сильно там потели может шапки то потому и надеты что просто никто не видел как они нервничают и потеют конечно же за всем этим стоит огромная работа конечно же ликвид были я думаю расстроены тем что они попали на бостонский мажор им там было самое место они очень круто выступали на протяжении всего 7-0 патча да они у нас вообще выиграли проход сюда без каких-либо проблем заведомо ну заранее поэтому мы их еще раз поздравляем мы присоединяемся к поздравлениям которые наверное будут потом от аналитиков в пользу команды ликвид они нам будем откровенны симпатичные куры мы знаем давно еще и по играм за другие коллективы огромное спасибо за игры огромное спасибо за турнир всем командам спасибо за турнир всем зрителям спасибо за турнир вы самые лучшие сейчас еще немного оставайтесь с нами посмотрите аналитику без рекламной паузы прямо сейчас слово нашим аналитикам пока